В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте в эфире новости. Я и мои коллеги расскажем вам в ближайшие 20 минут о самых главных событиях этого дня. В округе будут увеличены дополнительные меры социальной поддержки труженикам тыла и детям войны. Соответствующие изменения в окружной закон были приняты парламентариями региона сегодня на сессии. Госдума одобрила в третьем окончательном чтении законопроект о льготах для недропользователей в Арктике. В документе учтены две поправки, касающиеся округа, инициированные депутатом Госдумы Сергеем Коткиным и губернатором Ненецкого округа Александром Цибульским. Приближается первый праздник весны, Международный женский день 8 марта. Чем порадовать представителей с прекрасной половиной человечества? Не хуже, чем в санатории. В комплексном центре социального обслуживания населения жители региона могут пройти курс реабилитации и оздоровления. О возможностях КССО расскажем в ближайшие 20 минут. В округе будут увеличены дополнительные меры социальной поддержки труженикам тыла и детям войны. Соответствующие изменения внесены в окружной закон по инициативе губернатора Ненецкого округа Александра Цибульского и приняты единогласно в четверг 5 марта на 22-й сессии регионального парламента. В настоящее время в округе предусмотрены ежегодные единовременные выплаты ко Дню Победы в размере 10 543 рублей жителям региона, которые награждены знаком жителю блокадного Ленинграда. А также вдовам или вдовцам умерших участников Великой Отечественной войны, гражданам, проработавшим в тылу с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Предполагается увеличить размер выплаты до 75 тысяч рублей, при условии, что указанной категорией граждан проживает на территории округа не менее 15 лет. Если они проживают в округе менее 15 лет, то, как и раньше, они продолжат получать 10 543 рубля. То есть эта мера также остается в силе, эта выплата остается в силе, она никуда не исчезает. Также законопроектом расширяется перечень лиц, относящихся к категории «дети войны». В данном законопроекте мы увеличили время рождения этих людей. То есть если раньше период был 1932 год до 1945 года, то сейчас этот период составляет 1927 год и 1945 год. Это мера, вот это расширение этих временных рамок коснется получения бесплатных медикаментов, которые выписываются по направлению врача, и бесплатная медицинская аппаратура. Я, возможно, не совсем в терминологии, медицинские изделия или медицинская аппаратура. То есть категория получателей расширится. Также дети войны к юбилею Дня Победы будут получать по 5000 рублей. Эта выплата предполагается к юбилейным датам празднования Дня Победы – 75 лет и далее каждые последующие 5 лет. Отвечая на вопросы региональных СМИ, вице-спикер окружного парламента Максим Арбузов отметил, что выплаты носят заявительный характер. При этом профильному департаменту рекомендовано проконтролировать, чтобы выплаты получили все, кому они полагаются. Госдума в четверг, 5 марта приняла в третьем окончательном чтении поправки в налоговый кодекс, предусматривающий льготы для инвесторов, которые планируют реализовать на арктических территориях новые проекты. Речь идет о стимулировании поиска и оценке месторождений углеводородного сырья, их разведке и добыче. Об этом нашему телеканалу в телефонном интервью рассказал депутат Государственной Думы от Ненецкого округа Сергей Коткин. Проектом закона предусматриваются существенные льготы по налогам для тех компаний, которые будут заниматься этой деятельностью. К сожалению, в проект закона не был включен Ненецкертовный округ в перечень тех субъектов, которым эти льготы предоставляются. Поэтому по инициативе губернатора мной были внесены поправки между первым и вторым чтением, они приняты, и ошибка эта устранена. Гарантия по обеспечению детей младшего школьного возраста горячим питанием будет закреплена на уровне регионального законодательства. Соответствующие изменения внесут в закон Ненецкого округа об образовании. Такое решение сегодня было принято на заседании администрации, которое прошло под председательством главы региона Александра Цибульского. На сегодняшний день в школах Ненецкого округа получает образование около трех тысяч учеников младших классов. В соответствии с поручением главы государства Владимира Путина, а также с принятыми 1 марта изменениями федеральное законодательство, каждый учащийся начальной школы должен быть обеспечен бесплатным горячим питанием. Не реже одного раза в день, причем меню должно содержать как горячее блюдо, так и горячий напиток. Для этого в закон Ненецкого округа об образовании необходимо внести изменения в части установления гарантий, которые дадут младшим школьникам право бесплатного горячего питания. Финансирование мероприятий будет вестись за счет регионального и федерального бюджетов. На сегодняшний момент продолжается работа с Министерством просвещения, за что вам огромное спасибо, потому что были написаны письма и в адрес вице-премьера, и нас, надеюсь, что услышали, и все-таки федеральные средства мы сможем привлечь. На организацию обеспечения школьников горячим питанием с 1 сентября по 31 декабря 2020 года потребуются дополнительные бюджетные ассигнования – почти 26 миллионов рублей. Годовая потребность средств на эти цели составляет 55 миллионов рублей. Как отметил глава региона Александр Цибульский, работа по привлечению федерального финансирования на обеспечение младших школьников горячим питанием должна быть продолжена. Для нас это крайне важно в сложившихся бюджетных условиях. Мы, к сожалению, Александр Ильич, не успели к сегодняшней сессии ввиду процедурных процессов. И, как мы с вами договаривались, я буду обращаться к вам с просьбой по этому вопросу провести внеочередную сессию для того, чтобы мы могли максимально быстро финализировать работу и могли уже перейти к практической реализации этого закона. В настоящее время в Нейнском округе 52% школьников всех возрастов относятся к льготным категориям и получают бесплатное горячее питание в школах. Расходы на эти цели предусмотрены в окружном бюджете. Еще 48% учащихся предоставлена возможность питаться на условиях софинансирования. Половину стоимости горячего обеда оплачивают родители, другую половину – бюджет региона. Мария Владимирова, Владислав Носкин, телеканал «Север». Поправить здоровье, не выезжая за пределы Нейнского округа, можно в комплексном центре социального обслуживания населения. Благодаря новому современному оборудованию. Лечебные аппараты позволяют решать самые сложные проблемы со здоровьем, пройти необходимую реабилитацию и получить психологическую помощь. Вчера к оздоровительному курсу приступила новая группа пациентов. Ольга Русул узнала, как проходит лечение. Вот так. Видите, я попросил. Значит, я ложил. Я проснулся. Иду на весь день. Да, точно. Жить захотелось. В Центре социального обслуживания населения к оздоровительному курсу приступила новая группа. Он обычно проходит в течение 20 дней. Этого времени достаточно, чтобы поправить здоровье, разбудить иммунитет. Путь к лечебным процедурам начинается с кабинета терапевта, где пациенты получают соответствующее их здоровью назначение врачам. Ой, я каждый год отдыхаю. И очень нравится. И зарядка, и разные процедуры, и ванны, и прочее-прочее. На коленники делают, на плечи. И очень рада. Отсюда уходишь, как будто свежий. И даже как будто помоложе уже стал. Сегодняшние пациенты в полной мере эффекта от воздействия нового оборудования на организм еще не ощутили. Их курс оздоровления только начался. Но в большинстве своем они здесь не новички. Любовь Васильевна Сомова, например, проходит курс оздоровления каждый год. Коллектив очень хороший, добрый, вежливый, внимательный. Так что уходишь, конечно, порхаешь, о всем забываешь. Тем более очень хорошие есть кружки, трудотерапия, можно всему научиться. Но вот здание, конечно, не мешало бы расширить, более современным сделать. Потому что приходят сейчас даже инвалиды с индома, занимаются и проходят процедуры. А ведь трудно подойти на третий этаж, подняться. Сложно лифта нет. Так что, конечно, на это бы внимание обратили наши власти. Да, здание комплексного центра уже порядком устарело. Здесь нужен лифт и специальные приспособления для людей с ограниченными возможностями. Не мешало бы и более просторные кабинеты. Знакомимся с оборудованием. Это детензор. Он практически не имеет противопоказаний для взрослых и детей. Основная функция – расслабить мышцы, которые крепятся к позвоночнику. И подготовить организм к более серьезным процедурам. Действительно, спина расслабляется. Буквально с первых минут, с первых секунд наступает это ощущение расслабленности. И хочется полежать подольше. Но лежать некогда, потому что следует получить еще одну суперполезную процедуру на турманевом мате. Турманий – специальный камень, который держит тепло и дает небольшое инфракрасное излучение. Эффект у него какой? Значит, он идет как общеукрепляющий организм, вегетососудистую систему. Также поддерживает. В основном направление прогревающее у него. Дети у нас без ума вообще балдеют. Даже вот взрослые просятся, подростки приходят. Может, мы, пожалуйста, здесь полежим? Для детей практически противопоказаний нет. Для взрослых, мы сами понимаем, что у нас есть электрогрелки, еще какие-то. Но они просто греют, просто тепло. А здесь тепло, идет эффект вот как глины, как кирпича, то есть он еще идет оздоравливающийся. А здесь располагается аппарат гипоксотерапии. Особенность этой установки в том, что она имеет высокую точность задания в поддержке расхода и концентрации кислорода. Кроме того, снабжена системой самоконтроля. Подается газовая смесь азот и кислород. Если в норме у нас мы в воздухе 23% кислорода, то здесь кислорода, две программы, 10% и 12%. Но мы начинаем процедуру, конечно, с меньшего, то есть с 12%. И вот идут люди, как бы поднимаются потихонечку в гору, и у них получается пониженный процент кислорода, и повышается углекислый газ. Затем идет перерыв. Физиотерапевтическое отделение комплексного центра обслуживания населения насыщено различным оборудованием. Процедуры здесь получают взрослые пациенты и дети. Делаем процедуру эльтрафореза. Для улучшения мозгового кровообращения детям врач назначает. Очень эффективная процедура. А это новинка – магнитно-терапевтический комплекс «Мультимаг». Если коротко охарактеризовать его, то он благоприятно влияет на все сферы жизнедеятельности человека. Лечит суставы, нервную систему восстанавливает, сосуды лечит также хорошо, сердце, сердечную систему. Здесь программа, которая конкретно под конкретного человека устанавливается. И не просто программа, здесь еще идет музыкальное сопровождение. Музыка по звучанию, она подобрана к лечению конкретного заболевания. И здесь получается, что нет такого страха, капсула не полностью закрывается. Она идет двумя полусферами. Сложно модулированные магнитные поля образуются вокруг тела человека. И они подобраны в зависимости от заболевания. К каждому заболеванию соответствует своя программа. Очень сложная. И здесь даже видно. Здесь наблюдает, как проходят магнитные поля. Здесь проекция 3D показана. Да, 3D, а 2D показана. Те, кто уже прошел полный курс реабилитации, на мультимаге говорят, что ощущения похожи на прогулку по облакам. Лежу, пока ничего не могу сказать. Что со мной происходит? Какое-то как будто бы тепло, что ли, наверное, от магнитных этих, да? Магнитные, они не дают никаких ощущений? Ну, такое, какое-то такое. Ну, приятное, неприятное. Приятное. Хочется поспать. А это сенсорная комната. Под контролем опытного психолога пациенты проходят специальную терапию, чтобы обрести гармонию с собой. В комплекс социально-психологической реабилитации входит аппарат биоакустической коррекции – БАК-Синхро-С. Значение заключается в том, что через музыкальное сопровождение идет восстановление мозговых структур, улучшаются мозговые взаимодействия правого-левого полушария. Имеет значение для восстановления иммунитета, укрепления иммунитета, восстановления сна. А здесь расположен уникальный в округе кабинет водотерапии. Четырехкамерная ванна помогает пожилым пациентам решить проблему опорно-двигательного аппарата. Заболевание идет опорно-двигательный аппарат, нервная система, бигетососудистая, дистония, гипертония первой-второй степени, атеросклероз нижних конечностей. Вот это то, что нужно для пожилого человека. Классический массаж только в воде и во много раз эффективнее. В этой ванне специальной насадкой, по которой поступают струя кислорода, под давлением 7 атмосфер медсестра делает процедуру. Все мышцы, то же самое классический массаж только в воде. То же самое и атеросклерозы, сколиозы, все эти рупсы, гематроны перед операцией, которые нельзя бить, вот эти даже шейно-воротниковые зоны, вот эти женщины, особенно с эндокринной системой. Этот массаж, он 10 раз эффект не ручного. Он пробивает, в первую очередь, мышцы. Вернемся на сушу. Механическая дорожка дает возможность тренироваться всем. Массажер для ног с помощью точечного массажа возможно нормализовать работу всего организма. Тренажер-мини-тензор для разработки ног и рук реабилитации после травм. После травм, когда разрабатываешь движение в конечностях, нужно видеть угол, какой получается. И здесь очень хорошо. Здесь показан градус, расстояние и разная нагрузка. Можно задать более легкую нагрузку, можно более трудную. Ноги закрепляются. Здесь закрепляются. Чем ближе сесть, тем сложнее будет движение, потому что максимально будет работать ножка. Можете сами попробовать? Кроме того, в программу оздоровления входят занятия трудотерапии, экскурсии, походы, праздники. Оплата курса оздоровления зависит от прожиточного минимума. Льготная категория – это инвалиды, участники войны, блокадники, пострадавшие от политических репрессий, узники фашистских лагерей, участники боевых действий старше 55 лет и родители погибших в локальных конфликтах. Проходят курс бесплатно. До 150% прожиточного минимума, а это 30 тысяч, где-то 700 чем-то рублей, у нас граждане обслуживаются бесплатно. Выше чем 150, до 200 – это идет частичная оплата. Там имеется формула, то бишь мы берем оплату, 50% разницы среднедушевого дохода и 150% прожиточного минимума. Такая формула есть. Соответственно, она для каждого будет индивидуальна. Если доход превышает прожиточный минимум в два раза, с пациентов взымается полная оплата. Но по индивидуальной программе в каждом случае есть свои нюансы. Подход индивидуальный. В комплексном центре социального обслуживания граждане получают не только оздоровление, но и поддержку психологическую и душевную. Ольга Русул, Леонид Шишелов, телеканал «Север». И в завершении выпуска приближается первый праздник весны – Международный женский день 8 марта. В этот день на улицах в руках прохожих появляется очень много цветов, а женщины светятся улыбками и хорошим настроением. О том, чем порадовать представительность прекрасной половины человечества, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Я думаю, что цветы. Особенно у нас на Крайнем Севере цветы – это приятно. Что-нибудь хорошее от мужчины, слов хороших. Утром в постель чай или кофе. Можно тоже, чтобы девушка или жена улыбнулись сразу. Сразу, когда проснулись и увидели мужчина, приносит на подносе все самое вкусное и запах, такой аромат. Мне кажется, это тоже будет прекрасно. Для женщины? Да. Цветы, наверное. А вот для вас что? Цветы? Цветы. Пылесос. Я хочу, чтобы у меня муж приехал с командировки. Сын есть подарить цветы. Спасибо. Цветы. Цветы. Самая лучшая подарок. Выбор цветов для составления букета довольно большой и зависит от предпочтений девушки или женщины, которые преподнесут подарок на 8 марта. Однако специалисты рекомендуют остановить свой выбор именно на весенних цветах. Ну, 8 марта – это все-таки весенний праздник. И весенние цветы у нас являются вот ирисы, тюльпаны, мимоза, нарциссы, подснежники. Вот. Естественно, конечно, любая девушка любит свой вид цветка. Может, кому-то, конечно, нравится и роза, и хризантема. Но именно на 8 марта мы все-таки, придя, когда мужчина приходит делать заказ, мы все-таки пытаемся его убедить не купить обычные розы, которые он дарит все время жене на 8 марта, ой, на день рождения, на 14 февраля, а все-таки весенние цветы, которые действительно дарят праздник. Помимо срезанных цветов, также популярностью пользуются и горшечные разновидности. Такой презент может радовать свою хозяйку долгое время. Хорошим тоном, как для срезанных цветов, так и для горшечных, считается дарение растений с полураспустившимся бутоном нежных окрасок молодым девушкам, а уже более интенсивной окраски и полностью раскрывшихся взрослым женщинам. Не все женщины любят срезанные цветы, не все. Поэтому именно на 8 марта мы привозим такие цветочки, как, например, мускарики, то есть такие весенние цветы, то есть они являются горшечные цветы, то есть, да, капсы, видите, то есть не все девушки любят срезанные цветы, то есть мы предлагаем и такие различные варианты, поэтому кому что нравится. Популярностью у прекрасной половины человечества пользуются не только цветы, но и конфеты, парфюмерия и косметика. Впрочем, каким бы ни был подарок на 8 марта, главное, чтобы он был от чистого сердца. И помните, нет ничего дороже, чем искренние слова любви. Будь веселой и красивой. Здоровья, счастья. И чтобы она всегда была со мной. Я маме желаю счастья. Ее очень сильно люблю. Чтобы она была здоровая и красивая. Я желаю, чтобы она была... Все было с ней хорошо. Она никогда меня не бросала. И она не болела. И всегда она с Аленой любила. Я хотела ей пожелать, чтобы она всегда была хорошей и доброй мамой. Будь всегда такая красивая. Я тебя люблю. Чтобы она всегда была рядом со мной. Чтобы она меня все время поддерживала и никогда не бросала. Я хочу пожелать, чтобы она была очень красивой, доброй, хорошей и самой любимой. Я хочу пожелать, чтобы она всегда была хорошая, добрая, чтобы никогда не болела. Она здоровая была, никогда не болела. И самая была хорошая мама. И самая лучшая. Наталья Дуркина, Владислав Ткачев, Леонид Шишелов. Телеканал Север. И на этом пока все. Далее смотрите прогноз погоды, спонсором которого является группа компании Росфинанс.